Здравствуйте, уважаемые садоводогородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. В сегодняшнем видео мы поговорим с вами о подсветке наших растений, и я поделюсь с вами некоторыми очень важными параметрами, как сделать подсветку более эффективной и более экономичной. В своих выпусках я не раз касался вопросов подсветки растений. Выбирать фитолампы, или можно взять обыкновенные светодиодные с холодным и теплым светом, или даже уже старорежимные ртутные лампы с цоколем, например, Е27, с обыкновенным цоколем. Об этом мы с вами говорили. Также мы говорили о том, как можно повысить эффективность светоотдачи ламп. Например, убрать светорассеивающую колбу пластиковую с ламп светодиодных. Также можно сделать из фольги такую, как бы сказать, тепличку, то есть закрыть вот эти вот пространства такими фартуками из фольги, что в значительной степени увеличит поток света на наши растения. Но все равно остается вопрос, так какие же лампы и сколько этих ламп надо, и сколько света надо для того, чтобы подсветить наши растения. Для того, чтобы померить количество света, вот одна лампа, две лампы, три лампы, сколько их надо сюда подвесить, для того, чтобы растения росли хорошо и не нуждались в дополнительном свете, не вытягивались. Ну, для этого, конечно, можно взять смартфон, и здесь есть люксметр, можно скачать программку и померить количество света на высоте роста рассады листиков, в каждой точке вашего стеллажа, там приспособление, где вы выращиваете, и, соответственно, сделать об этом вывод. Но на самом деле существуют разные лампы, существуют разные характеристики света отдачи, разные производители выпускают разные лампы и так далее, и так далее. Но на самом деле вот эти маленькие нюансики для нас, для огородников, кто выращивает рассаду, они практически не имеют никакого значения. Поэтому есть один абсолютно универсальный способ, который в подавляющем большинстве случаев поможет вам организовать подсветку, не вдаваясь во все тонкости и сложности вот этой физиологии растений, фотобиологии, когда мы рассматриваем какого света, сколько спектра, полноспектровые лампы, неполноспектровые лампы, какие и так далее, и так далее. Я об этом скажу чуть позже, но прежде я скажу, почему я все-таки, несмотря на то, что сам много лет агитировал, что не стоит тратиться на светодиодные лампы, фитолампы именно, потому что они будут и дороже, потому что они вредны для нашего зрения, потому что бессонница может мучить, если у вас такая лампа стоит на кухне или в жилой комнате, и так далее, и так далее. Ну, кого-то мучает, кого-то нет, но в целом исследования показывают, что такой свет и такие лампы негативно сказываются на нашем самочувствии. Вот все-таки здесь у меня находятся фитолампы. Значит, почему я выбрал фитолампы? И вы тоже можете сделать для себя соответствующий вывод, остановиться вам все-таки на фитолампах или на самых обыкновенных там светодиодных или даже ртутных, ну, теперь уже только светодиодные в моде, светодиодных лампах, обыкновенного белого света, как для бытовых нужд продается, но только уходите в область максимально теплого и максимально холодного света. Значит, первое, вот этот стеллаж у меня находится в комнате, где доступ дневного света практически отсутствует. Это означает, что и зимой, и летом, и весной, и осенью здесь организовано выращивание растений только при искусственном освещении. А второй фактор, ну, есть же разница на самом деле в стоимости электричества, да, и в количестве полезного света, который проникает к растениям. Никто не отрицает, что вот именно такие фитолампы дают наиболее эффективное превращение энергии электрической в световую энергию, которую поглощают растения. Но когда вы подсвечиваете, например, февраль-март ваши растения, то нет никакого смысла уже тратиться на такие вот фитолампы. Можно использовать обыкновенные. А у меня здесь подсвечивание идет 365 дней в году, и это уже существенно с точки зрения экономии денег. Поэтому я выбрал именно фитолампы. То есть если два месяца, то нет смысла подсвечивать фитолампами. То есть можно фитолампами, можно и нет. А когда 365 дней в году, тогда, конечно, я делаю выбор в пользу фитоламп. И, пожалуй, это самый главный фактор, который заставил меня сделать выбор в пользу фитоламп. Только в этом случае здесь ощущается экономическая и физиологическая выгода. Ведь я должен регулировать этими фитолампами всю физиологию растений. Не только на уровне выращивания рассады, но и на остальных стадиях развития растений. Это первое. Ну, здесь выключатели есть, все регулируется там и так далее, и так далее. То есть здесь такой, ну, достаточно профессиональный подход. В любительском подходе я остаюсь на тех же самых позициях. Совсем не обязательно фитолампа. Достаточно купить лампочки обыкновенные холодного и теплого света. Сколько их надо купить? Вот есть очень, есть разные варианты, да, там куча нюансов, миллион. Есть очень-очень простой подход, который в подавляющем большинстве случаев обеспечит вам выращивание очень качественной рассады. На один квадратный метр вам необходимо 100 ватт светодиодных ламп. В таком случае количество светового потока будет более чем подходить для выращивания рассады большинства видов. Огурцов, томатов, перцев, баклажанов и разнообразных цветочков. Конечно, у каждого из этих видов имеются свои нюансы. Там одни больше света розового любят, другие больше синего и так далее, и так далее. Но с учетом наших любительских потребностей, мы же не в промышленности. 10 гектар под стеклом выращиваем, да, где там каждый нюансик на большой площади имеет существенное экономическое значение. А для нас вот это все, вот там все рассказы о тонкостях фитоламп, вы можете оставить, так сказать, на них вообще не заморачиваться. 100 ватт, суммарно 100 ватт. То есть если у вас 1 квадратный метр и у вас лампочки по 10 ватт, значит вам 10 лампочек на 1 квадратный метр необходимо для того, чтобы вырастить качественную рассаду. Следующий нюанс касается длительности освещения. Вот у меня здесь некоторые растения немножко вытянулись. Почему? Потому что несмотря на то, что я даже и люк с метром тут все померил, высчитал, лампы эти на эти квадратные метры, все рассчитал как надо, но они все равно немножко вытягиваются. Потому что кроме того, что количество света важно, еще также очень важна температура, при которой у вас растут растения. Чем выше температура, тем больше света необходимо растениям. Если у вас при том же количестве света температура слишком высокая, то это будет приводить к вытягиванию растений. Это будет дисбаланс между количеством света и количеством тепла. Вот запомните вот эту вот табличку. Я обещать не сейчас покажу, а чуть-чуть позже. Обязательно. Просто вот себе там, ну не знаю, хоть скопируйте с экрана ее, хоть сохраните, хоть как угодно. Запомните ее, но она сейчас будет, потому что еще один нюанс есть. Потому что вы будете точно знать, какие оптимальные есть температуры при вот этом количестве света, которое обеспечивают лампы 100 ватт на квадратный метр. Вот следующий нюансик – это как долго надо светить. Вот некоторые говорят, там можно круглыми сутками растения подсвечивать, и ничего не будет. На самом деле это неправильно. Это не только будет плохо для вашего кошелька, но это будет также плохо. Для ваших растений может настать фототоксичность. Не фито, а фототоксичность. Для ваших растений растения будут чувствовать себя хуже, потому что они не могут есть, 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 есть круглые сутки. Им же еще расти когда-то надо. Поэтому здесь надо соблюдать гармонию. И вот на разных стадиях развития растений, вот на примере томатов, я вот теперь табличка, да. Вот смотрите, фаза развития, значит, подсветка и температура, они все здесь введены в одну табличку. Пожалуйста, соблюдайте вот эту самую табличку по фазам развития растений, и тогда у вас будет самая-самая качественная рассада при минимальном вложении в подсветку. И если у вас температура выше, но обзаведитесь градусником для комнаты, то вы должны немножко больше света давать. Ну, если там на пару градусов выше от этого оптимума, значит, на минут 40 сделайте подсветочку дольше, да. И если у вас пониже температура, то просто нет смысла подсвечивать. Можно, опять же, если на пару градусов ниже, чем вот эти оптимумы, прописанные в таблице, то вы можете, соответственно, понизить количество часов подсветки, на час, там, минут 40 можете сделать меньше. Это тоже приведет к экономии электроэнергии. Жить дорого становится, слушайте, коммунальные дорогие, электричество дорогое. Но что делать? Надо как-то выходить из этих ситуаций. Поэтому вот очень по-простому 100 ватт на квадратный метр, и вот эта табличка решит вам все вопросы по подсветке. На этом я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»!